Вечерняя прогулка для детворы дома номер 54 по бульвару юности закончилась массовым купанием ванной. Взрослых ждала большая стирка. Автовладельцев еще и мойка машин. О возникшей проблеме взволнованные жильцы сообщили на горячую линию телеканала Мозырь. Вечером в районе 7 часов начался просто дождь. Дождь из солидола, который покрывал все сверху. Детей, все машины покрыты, все в солидоле. Асфальт, окна, балконы, все находится в солидоле. Отмыть его просто так невозможно. Нужно либо в мойку машины отдавать, а сейчас это недешево. Дети у меня вчера, младшая дочь пришла, в волосах был солидол. Значит, это очень серьезная проблема, и ее надо как-то решать. Жирные потеки неизвестного происхождения на своей машине обнаружил и Игорь Валентинович. Мужчина приехал навестить внучек, припарковался у подъезда. Увидев разукрашенное таким образом транспортное средство, сразу подумал о птицах. Но народная примета о финансовом благополучии не этот случай. Скорее речь пойдет о дополнительных затратах. Я посмотрел, думал, что сначала вороны изгадили машину, но когда вот здесь пальцем тиранул, то видел солидол. Солидол отмыть – это вообще проблематично, это здесь нужна химия. Там лично не отмой. И потом, честно говоря, на улице это делать нельзя, на речке это делать нельзя, в целях экологии это самое. И я бы не сказал. Позже выяснилось, дождь из солидола на двор лился со стройплощадки. Накануне в грузоподъемном кране была произведена замена деталей. Делалось это в целях безопасности, ведь обрыв каната и падение огромной плиты могли бы привести к человеческим жертвам. Буквально вчера поменяли канат в связи с тем, что старый канат находился на грани разрушения и что могло бы привести к катастрофе. То есть могли бы погибнуть люди, поэтому заменили новый канат, поставили, чтобы не было этого опасного случая. При поднятии груза происходит натяжение каната, и внутри смазка выделяется, и никак нельзя ее предотвратить, чтобы эта смазка не разлеталась. Чтобы стабилизировать ситуацию с оборудованием, понадобится один-два дня. На ответственном за стройку предприятия извинились перед жильцами многоэтажки. Извините за неудобство, потому что человеческая жизнь, я считаю, что дороже, чем то, что произошло. Прошу извинить. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.